Всем привет! Вы находитесь на канале Твэк Дэй, как вы уже поняли, и сегодня я расскажу вам немножко об очередной новинке от компании Дуджи. Знаете, сколько уже моделей вышло от многих производителей, которые похожи на Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi Mix и так далее, и все они даже названия имеют похожие. В сегодняшнем видео случай абсолютно тот же. Новый смартфон от компании Дуджи, который уже есть на официальном сайте, называется Дуджи S60. И как бы вы думали, какую модельку на этот раз производитель китайский решил сплагиатить? Скорее всего, да, это будет Caterpillar S60, который, как известно, стоит немножко больше 600 долларов. Модель довольно интересная, но своих денег, если честно, я думаю, она не стоит. Главная фишка Caterpillar S60 это тепловизор. Не знаю, кому он надо, где вы его будете использовать, но сам факт, знаете, как у нас, сам факт наличия этой штуки, он уже как бы притягивает и заставляет хотеть этот телефон, потому что у других такого попросту нет. На данный момент известны практически все параметры нового смартфона от Дуджи, но на данный момент пока еще неизвестно, будет ли в Дудже S60 тот же тепловизор. И вообще, можно ли поставить тепловизор в смартфон, который на выходе ожидается по стоимости около 200 долларов. Цена небольшая, среднеценовой сегмент, как всегда, для Дуджи он надолго еще будет. Вряд ли у них будут топовые смартфоны, какие-то стоимостью по 600 баксов. Но на данный момент хочу вам показать то, что уже известно об этом телефоне, и давайте вместе с вами посмотрим этот обзор, потому что телефон действительно интересный. Пусть даже тепловизора в нем не будет, но это реально крутая тема. Да, лето 2017 года для многих китайских компаний стало очень горячим. В одном из следующих видео я расскажу вам о всех клонах Xiaomi Mi Mix, как и обещал, но сегодня у нас на предобзоре защищенный смартфон. И я напомню, что это первый смартфон от Дуджи с заявленной степенью защищенности IP68. Дизайн телефона все же отличается от Caterpillar S60, но в целом и дураку понятно, с чего слезали идею и название. На данный момент достоверно известно, что тепловизора в смартфоне не будет, ведь это все же китайский смартфон от Дуджи, и если бы он даже здесь был, то просто отрисовывал бы картинку красно-желтыми тонами, вместо того, чтобы реально показывать температуру. Вот в этом я уверен на 100%. Корпус выглядит действительно неплохо, и в его защищенности, скорее всего, сомневаться не стоит. Внутри аппарата установлен Helio P25, тот же обновленный Helio P20, только с поддержкой двух камер, или же одной до 24 мегапикселей. Собственно, здесь как раз и установлена одна камера на 21 мегапиксель. Кстати, видео будет писаться в 4К, и на официальном сайте даже есть оголоски о наличии оптической стабилизации. Но мне опять-таки кажется, что ее там нифига не будет, или будет имитация, для того, чтобы все поверили в чудо. Вообще, если смотреть чисто на бумаге, то смартфон хорош. Он не будет суперигровым, но во всем остальном идеальный аппарат. Если он еще и по цене в баксах 180-200 будет продаваться в Китае, то равных ему точно не будет. Приятным моментом является наличие аккумулятора на 5580 мАч. И зная Doogee, реальная емкость ожидается в районе 5000, что тоже весьма нечеток. В глаза также бросается объем памяти 6 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенной памяти. В целом, новинка должна быть неплохой. Правда, увидим вживую мы ее примерно через месяц, не раньше. Приятно, что Doogee постепенно устанавливает все более дорогие комплектующие в свои смартфоны. И теперь назвать их производителем бюджетников уже язык не поворачивается. Если бы еще немножко оптимизацией занялись, цены бы им не было. Ну а пока что ожидаем интересную новинку вместе с вами. Кстати, дисплей в смартфоне 5,2 дюйма с Full HD разрешением. То тоже довольно неплохо, как для китайцев. И в целом, мне кажется, эта моделька точно будет пользоваться популярностью. И с легкостью будет конкурировать с теми же Blackview BV8000 Pro и так далее. Ну и после всего увиденного, дайте знать о том, понравился ли вам этот смартфон. И хотели бы вы посмотреть его обзор и посмотреть его защищенность. Если вы поставите под этим видео, ну допустим, 100 лайков, если оно наберется, конечно же. Этот телефон я закажу. На обзоре он у меня будет один из первых. И я его протестирую во всех условиях. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Это совсем не сложно. Также подпишитесь на канал. И вскоре будем смотреть уже обзор этого телефона вживую, когда я его закажу, если мы наберем 100 лайков под видео. Помните об этом. На этом у меня все. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok